ребятушки всем привет и сегодня я хочу поговорить о своих папоротниках у меня собралась небольшая коллекция и я действительно безумно счастлива что у меня они появились в комнатных цветах дома я очень давно мечтала о папоротниках очень давно хотела еще со школьных времен единственное что действительно папоротники бывают разные есть листопадные которых от которых очень много мусора да и вот эти ассоциации когда приходит время уборки и нам нужно было поливать в классе цветы но я не скажу что это была каторга я к цветам очень далека было я вообще не понимала как с ними обращаться на данный момент у меня три папоротника и у меня любовь усиливается к ним действительно ну естественно с возрастом приходит и опыт и взгляды меняются естественно и появляется в комнатных условиях у нас в квартире все чаще и чаще больше всяких разнообразных растений одно из них это папоротники сейчас у меня попутно развиваются разные виды растений и также это кактусы также это суккуленты их очень много намного больше чем моих орхидей действительно и в последнее время все больше и больше у меня разрастается коллекция того или иного вида растения орхидея конечно это хорошо там тоже есть это огромнейший мир разнообразных всяких видов орхидей также и в кактусах и суккулентов тоже очень огромный мир который познать и это на всю оставшуюся жизнь как говорится собственно говоря так как и папоротники буквально вот где-то может быть с год я подключилась к одной группе папоротников и там очень тоже большой мир этих папоротников я просто была изумлена тем что их настолько много видов учитывая ассоциирующие свои воспоминания со школой я помню только один длинный папоротник который висячий вечно сыпучий и вечно непонятного происхождения и вот естественно нефролепис они тоже присутствовали в школе до в классах это сам распространенный вид который самый простой и легко с ним справляться что очень интересное наблюдала что в классе они нормально себя чувствовали несмотря там жара засуха пересушка на солнце в тени стоял то есть мне казалось что это растение неубиваемое живучие и очень терпеливая к тем условиям которые мы им предоставляем но в последнее время я немножко разобралась этих растениях и действительно поняла что они тоже любят повышенную влажность опрыскивание замечательным образом переживают тень даже темноту я помню в прошлом году ровно полгода назад или может быть даже больше я смотрела семью енкеевых павел и его замечательная жена где предоставляла папоротники у нее замечательная была коллекция и показывала в каком состоянии они жили росли и как развивались очень замечательные видео я если найду обязательно в описании поставлю ссылочку кому интересно и вот только с этого момента я начала более-менее разбираться в папоротниках два года назад ко мне прислала подруга нефролепис вот этот замечательный вид растения такой вот мелколистный такой вот весь очень интересные лепесточки он чем-то иногда петрушку мне напоминает но петрушку больше напоминают вот эти заячьи лапки но вот этот вот вообще изумительный хоть и самый простой вид но он очень замечательный если правильно к нему подойти правильно посадить и правильно за ним ухаживать собственно говоря когда он ко мне приехал это было еще раз повторюсь если я уже говорила об этом он приехал у меня ноябре поздней осенью там уже приближались заморозки и в посылке он подмерз и тогда я очень быстро среагировала хорошо что мы с наташенькой переписывались и сразу в этот же день мы решали вопрос как с ним поступить во что сажать я много информации читала вы знаете как когда читаешь информацию и когда ты немножечко паникуешь ты сам тоже тоже стрессуешь чтобы растение спасти действительно на тот момент я очень быстро среагировала у меня кактусная была земля по моему я тут перемешку сделала вот точно уже честно не помню потому что это было все за кадром и на ролик я не снимала я вообще не думала что как таковой папоротниками займусь вплотную ну сейчас я не скажу что я вплотную не занимаюсь но у меня коррекция коллекция потихонечку начинает больше и больше разрастаться в планах у меня еще есть оленя рога красивый папоротник который растет на деревьях но тут тоже надо все изучать правильно подходить к этой информации и естественно понимать могу ли я предоставить ему такие условия которые требуются по рекомендации в описании самого растения пока я тренируюсь на кошках знаете как говорят и вот к этому моменту два года назад я его быстренько посадила во первых широкий горшок невысокий как плоский да вот эта плошечка на тот момент корневая была хорошая и несколько кустиков к сожалению на данный момент я уже увидела что пострадали поддончик может быть надо было шире сделать но он в принципе там катается видите и есть еще куда наливать водичку допустим и содержать его во влажной среде зимой я практически его не опрыскивала то бишь сейчас уже 21 января 2021 года уже на третий год проживание у меня скажем так этого растения пошел пошел период и зиму я практически вы не опрыскиваю хотя тоже было бы не ну желательно сверху опрыскивать и вообще-то папоротники я так поняла что зимой идут уходят в спячку и просыпаться только весной но несмотря на то что сейчас январь на них на одном растении я уже увидела как говорится его приживаемость и увидела уже пробуждение скажем так к этому мы еще вернемся и я очень благодарна своей подруге которая мне прислала этот нефролепис и возбудила скажем так пробудила во мне новую любовь к новым растениям и и давайте посмотрим какой сейчас наглядно стал мой кустик к сожалению я не помню показывала я его ранее или нет надо будет пересмотреть ролики и сегодня я его чистила от сушника вот здесь есть один кустик который отмер но от него пошли новые побеги то есть он замечательным образом восстановился здесь я вот кустик небольшой видите вот он вот этот кустик маленький чуть-чуть оторвало при когда я его чистила вот новые побеги пошли вот еще закрученный кусочек и вот тоже кусочек оторвался вот тоже но этот кустик я его чуть-чуть так придавила ну что он слабенько придавился надо будет еще его чуть-чуть закрепить чтобы они нормально развивались собственно говоря мне очень нравится единственный минус батареи лучше его не ставить он реально сушит вот эти вот кончики лепесточки видите и плохо откликается на жару летом я его каждый день опрыскивала но старалась по крайней мере летом его опрыскивать и вот на данный момент я смотрю он начинает набирать массу верхушку разрастается все больше и больше и вот так вот он в замечательным образом сегодня выглядит естественно я буду еще возвращаться к этим папоротникам показывать еще их свое разно разнообразие в моей коллекции какие появились новенькие такие старенькие вот новые побеги такие классные кучеряшки вьются так свисают прикольно я очень балдею от них и они очень нравятся в прошлом году где-то восемь или десять месяцев назад я приобрела заячьи лапки его еще называют давалия и хаворта чик хавиарта там их очень много тысяч названий ну я образно говорю ультрирую естественно в народе их по разному называют я называю хозаичьими лапками еще он похож на паучка с мохнатыми лапульками и вот осенью почему-то по всем канонам я решила все таки знаете как нарушить все правила все которые есть на тот момент я не до конца понимала что такое спячка да и растение уходят в спячку на зиму по другим комнатным растениям не всегда об этом может сказать и я почему-то осенью побоялась он приехал у меня в чисто в торфе это было слишком влагоемкий субстрат зная о том что у меня низкая температура в квартире и очень сыро и холодно и повышенная влажность очень сильная я почему-то решила его пересадить я просто боялась что я его залью для меня еще торфяной субстрат не до конца понятен он действительно очень долго просыхает и в один прекрасный момент я боюсь просто растение перелить дабы чтобы она не захлебнулась я срочным образом начала и читать информацию о том как его пересадить во что его пересадить какой горшок и вообще что ему нужно какие грунты применять и естественно я побежала после того как гугль прочитала всю информацию рекомендации по содержанию я побежала в магазин естественно приобретала грунт горшок долго мы горшок искали но в результате мы сошлись на салатнице пластиковой и вот так я его посадила учитывая то что ноябрь это был период уже спячки и причем глубокой спячки я его все-таки извлекла из торфа точнее даже нет сейчас я даже посмотрю да я каким-то образом наверное частично торф убрала и частично оставила торф то есть все что там осыпалась опала я его на сухую пересаживала естественно чтобы легче было торф этот грунт избавить лапки и корешки то есть и я очень долго все-таки боялась его пересаживать руки тряслись к сожалению у меня не получилось распределить так чтоб лапки достали до края горшка но когда они будут в дальнейшем расти и развиваться естественно я надеюсь на то что они краешки горшка достанут и будут уже в дальнейшем свисать ириночка резана вас благополучным образом мне тоже в этом помогала рассказывала писала описывала и как его пересаживать как нему подойти как его поливать то есть ирочка спасибо вам огромное с вашей помощью я все-таки разобралась как с растением поступать в дальнейшем и несмотря на то что вот видите период адаптации был тяжелый ну понятное дело это все-таки спящий режим у него и каких-то резких и быстрых продвижений от него ждать не стоит плюс он стоит у меня над батареей но у меня батарея температурно наверное 45 45 не больше то есть на ней можно не только там держать ее и естественно сидит на ней бесконечно не настолько она уши жарит я вам скажу и над батареей расстояние где-то ну сантиметров 30-35 и естественно я наблюдаю вот такую картину частично подсохшие подвявшие листочки у него вот подсохшие видите вот то есть тут веточку я зацепила сломала тем не менее она еще дальше звенит и где я где я вот начинаю уже замечать кончики лапок уже начинают пробуждаться видите несмотря на то что январь месяц вот он все-таки уже начинает пробуждать новые побеги новые веточки и естественным образом развиваться то есть конечно же не все лапки развиваются но тем не менее я уже увидела продвижение вон клювики видите вон и вот веточка начала развиваться то есть он уже пробудился и ближе к весне я думаю начнет уже наращивать массу и восстанавливать его я очень надеюсь что весной и ближе к лету он немножко распушится и более такой будет гуще потому что он немножко видите полы сел также я его посадила по моему в кактусную землю в перемешку с перлитом чуть-чуть там еще какие-то камушки добавляла вот даже поверху видно перлит камешки вот эти вот видите перлит очень много перлита даже слоями вложила вот и меня это действительно очень спасло точнее растение которое сейчас посажено вот тут даже перлит есть еще местами вот сейчас немножко подсохла земля местами и плохо видно но тем не менее все равно видно так что с папоротником все нормально вот даже сбоку видно как я перлит кидала ссыпала видите на дне очень хороший дренаж вот даже слоями видно что я слоями ссыпала его не щадила и вот как-то замечательным образом он прижился это я сейчас его полила и уже видно как он себя сидит и проявляет в развитии вот даже видно там полосой тут полосой то есть я беспощадно сыпала этот перлит дабы боялась что вдруг что-то неправильно сделаю ну я смотрю что коль уже начались новые клювики красивые зелененькие значит он пошел в рот и вот этот вот я приобрела тоже где-то уже октябрь ноябрь не помню буквально недавно я его приобрела то есть у меня по возрасту разные растения то есть этому два года уже этому всего лишь 8-10 месяцев и осенью его пересадила и вот буквально осенью я приобрела кучерявый нефролепис и меня он поразил тем что женщина мне писала о том что он кучерявенький и миниатюрный такой знаете вот компактный сильно большой крона и пышный он не будет ни расти не развиваться и вот уже буквально недавно я обнаружила новых два росточка две веточки новых вот они замечательно уже развиваются и там в глубине я нашла еще один новенький где-то я его видела даже пальчиком разрывалась сейчас подруге показывала где-то здесь а нет вот он вот он там маленький-маленький видите пушистик торчит то есть с ним тоже все хорошо он тоже принялся я уже вижу что он пошел в рост мои условия принял ну что не сказать по пересадке я его специально не трогала уже поняла что для него это поздно пусть уже сидит так как есть что не сказать по папоротнику который заячьи лапки эти паучки что-то я его дернула пересадила но я смотрю что он чуть-чуть распушился такой весь нарядный стал несмотря на то что лысенький все это весной и летом исправится и вот этот к этому я еще вернусь скорее всего весной туда ближе к апрелю-марту ой маю и там посмотрю по его состоянию стоит его присаживать или нет хотя по большому счету люди оставляют его так в торфе и на год и на два и замечательно они развиваются учитывая то что они любят и полив практически постоянный увлажненный грунт и естественно опрыскивание они без этого очень плохо себя чувствуют если их периодически не увлажнять и не опрыскивать диапазоны, режимы, температуры я об этом еще говорить не буду поскольку у нас разные условия что летом, что зимой поэтому то что рекомендуют я этого не придерживаюсь но я вижу что в моих условиях они замечательным образом прижились ребятушки на этом все я хочу завершить ролик надеюсь мини коллекция папоротника вам понравилась и естественно в дальнейшем будем наблюдать за их развитием и весной вернемся к их внешнему состоянию до новых встреч ребятушки хорошего дня отличного настроения пока пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok